Друзья, всем привет, здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ира, и сегодня у нас с вами новогодние ароматы. Признаться честно, я не планировала снимать такого рода видео, но поддалась, поддалась на всеобщий бум. Только ленивый блогер на ютубе не снял, не обозрел ароматы для празднования нового года. Ну, признаться честно, для меня праздник новый год не является каким-то грандиозным. Но я решила порадовать своих зрителей, я знаю, что такие видео заходят, люди любят смотреть все, что связано с праздниками, особенно с праздником Нового Года. Любит у нас народ этот праздник. Меня вообще умиляют люди, которые во что бы то ни стало пытаются успеть что-то сделать или завершить именно до Нового Года. Это всегда очень выглядит странно для меня. Вот мы на днях были в магазине, все суетятся, что-то покупают, бегают, подарки. Но это очень для меня стрессовая такая ситуация, поэтому я отношусь достаточно спокойно к этому празднику. Ну, к каждому свое. Для меня более значимый праздник, конечно же, это Рождество. Но сегодня мы говорим о таком празднике, как Новый Год. Конечно, я праздную Новый Год, как и все люди. Думаю, а в чем бы мне его отпраздновать, в каком парфюме, чтобы и себя порадовать, и окружающих не раздражать. Поэтому у меня здесь подборка из 12 парфюмов, но я поделила их на две категории. Первая категория ароматы для того, чтобы отпраздновать этот праздник дома в узком семейном кругу. И вторая подборка, вторая категория, это парфюмы на выход, так скажем, если это Новый Год вне дома, это корпоративы, это вечеринки, рестораны и так далее. Итак, давайте начнем. Но еще хочу сказать такой небольшой дисклеймер. В этом году, потому что у меня есть видео прошлого года, где я вообще в принципе говорю о праздничных ароматах. Так вот, в этом году я решила сделать эту подборку конкретно под себя. То есть здесь я подобрала те парфюмы, которые вот лично я люблю и скорее всего буду носить. Если не в новогоднюю ночь, то в преддверии Нового Года, в рождественские праздники и на протяжении всех каникул я буду носить вот эти парфюмы, о которых я сегодня вам расскажу. Итак, давайте начнем. И первый аромат, первая подборка будет именно для празднования дома. И первый парфюм, который скорее всего я на себя нанесу, если я буду дома, это Серж Лю Тен ванильный лес. Ванильный лес это прекрасный аромат, древесная, сухая, восхитительная ваниль. Он очень уютный, но при этом он веселый, потому что большинство парфюмов Серж Лю Тен, они такие довольно унылые или такие с грустиночкой, интровертные. Вот этот аромат достаточно веселый, он такой домашний для меня, очень такой приятный, теплый, ну красивущий парфюм. И я думаю, что скорее всего именно этот парфюм будет моим спутником в новогоднюю ночь. Следующий аромат тоже от Серж Лю Тена это крещение огнем. Вот такой вот флакончик. Если не в Новый Год, то в преддверии это точно, это точно. Это безумно-безумно уютный аромат, но этот парфюм однозначно не для всех, он достаточно сложный. У меня он ассоциируется с новогодними праздниками, с зимой. Поскольку я здесь слышу зимний напиток Глинтвейн, я здесь слышу золу. Это просто потрескают дрова в камине, это в красивом бокале Глинтвейн, это я в нарядном платье нарезаю оливье. Вот так. Это крещение огнем, вот так я его слышу. Он прекрасный, это просто восхитительный аромат. Насколько же он уютный. Он такой атмосферный, знаете, хочется просто укутаться в него. Но опять-таки повторюсь, не берите вслепую, друзья, аромат сложный. Следующий аромат, в котором я праздновала Новый год в прошлом году, в прошлом году мы были дома, это Лолик Ле Парфам. Очень благородная в ваниль. Это вообще благородный парфюм. Если вы будете сидеть за новогодним столом со своей семьей, вы никого не будете им раздражать. Мне вообще кажется, что с этим ароматом сложно переборщить. Ну, если вы не любитель 10 пшиков, да, но я думаю 5-6 пшиков, все равно он никого не задушит. Он очень благородный, красивущая ваниль. Прекрасный, не знаю, это прекрасный аромат. В прошлом году праздновала Новый год, именно в нем встречала, хотя не планировала. Просто уже в новогоднюю ночь открыла свою тумбочку, посмотреть, что бы мне нанести. Вообще планировала Шанель номер 5, но почему-то нанесла вот этот. И он прекрасный. Он очень тоже такой уютный для меня. Красивый. Ну, конечно же, пятерка. Пятерка, куда без нее. Это классика жанра. Это благородный тоже аромат. Его можно, в принципе, и в пир, и в мир. И вообще, когда мы ходим 1-2 числа по гостям, доедаем оливье, то вот этот аромат, мне кажется, просто будет отличным спутником в эти дни. Кстати, я вот сейчас подумала про Синемод и Сен-Лоран. Я забыла сюда ее включить, но она вот как бы тоже. Я вот лично, я бы носила бы Синему тоже по гостям. По гостям почему-то так, не знаю. Так, следующий парфюм из подборки уютных. Для меня это Диора Дикт. Вот такой небольшой флакончик, который достался мне в подарок от моей подписчицы. Просто огромное вам спасибо. Это невероятный аромат. Я знаю, что многие ассоциируют его с таким торжественным ароматом. Для меня он тоже достаточно торжествен. Но вот почему-то я бы его носила дома. Ну, или к родителям бы в нем поехала. Но я бы не пошла в нем на вечеринку, наверное. Для меня он попал в категорию уютных парфюмов. Для празднования в узком кругу Диора Дикт. Прекрасная ваниль. Мне здесь чудятся специи. Хотя многие мне писали, что там нет никаких специй. Ну да, но что-то мне там чудится. Какая-то остриночка, знаете. Ваниль на какой-то такой острой базе. Не знаю. Мне кажется, это какие-то специи. И последний аромат в подборке уютных. Это Линстант Можик от Герлен. Этот парфюм у меня вошел в подборку офисных или повседневных парфюмов. Он достаточно спокойный. Очень-очень уютный. Теплый, мягкий, обволакивающий это облако. Ванильно-миндальное облако, в котором вы порхаете. Я порхаю и наслаждаюсь. Он очень красивый. Очень уютный для празднования в узком кругу. Прекрасный. Он, в принципе, достаточно шлейфовый. Но, не знаю, на вечеринку я бы его нет. Он бы там затерялся. А вот дома... Хорошо. Следующая подборка будет ароматов на выход. Давайте начнем. Итак, первый аромат это Пантера от Кортье. Да, это громкий, жесткий шипр, красивущий. Для меня это дорого-богато. Знаете, вот дама в мехах, пантера и все. И она тоже пантера. Она просто пантера на этой вечеринке. Это аромат, который заполнит собой все вокруг, все пространство. В нем невозможно остаться незамеченным. Он очень громкий, очень красивый. Добротный шипр, в общем-то. Да, вот прям рекомендую. Следующий аромат, как ни странно, в первую очередь для меня, это Куко Мадемуазель. Я вот сейчас, при тем, как все снимать это видео, я открыла полку. И думала так, что бы я на себя бы нанесла. Я выбирала, опять-таки, под себя. И Куко Мадемуазель у меня как-то все время ассоциируется с весной. Знаете, но сейчас мне вот так захотелось. Я уже давно не носила Куко Мадемуазель. Это красиво. Это красиво, это женственно. Это благородный, опять-таки, шлейф. Очень узнаваемый шлейф. Это аромат, на который я всегда получаю комплименты. Всегда. Это самый комплиментарный аромат в моем парфогардеробе. Вот так. Вот это Куко Мадемуазель. Шикарный аромат. И почему бы и нет? Почему бы на новогодние праздники не ходить и вот с вот этим хвостом таким почульным. И все будут за вами бегать и спрашивать, что это такое. Потому что у меня так, друзья, у меня так. У меня очень часто спрашивают, не спрашивают, а утверждают, что это Куко Мадемуазель. Да, это классный аромат. Он очень шлейфовый. Самый комплиментарный. Следующий парфюм. У меня, кстати, здесь достаточное количество шанелек собралось. Ну, куда же без кукошечки. Да. Это уже такая строгая классика. Если вы директор и у вас намечается корпоратив, то вам просто необходим вот этот аромат. Он вам просто необходим. Он шикарный. Как я уже сказала, это классика, который не всем по зубам аромат, который навсегда поселился в моем сердце. Он украл кусочек моего сердца. Я без этого аромата просто не могу. Я его обожаю. Обожаю. Обожаю Куко Шанель. Это специи. Это гвоздика. Это громко. Это шлейфово. Это так, знаете... Ну, это директор. Все. И последний от Шанель. Это Allure Sensuelle. Я подумала, почему бы и нет. Если пойти на елку в город, в центр города, да, 1-2 числа, то почему бы не нанести Allure? Ой, как он не схож. Вот эти почули, как здесь он не схож. Почули, я слышу, мадмазелевские. Насколько вот эта база узнаваемая у Шанель, да. Это благородный тоже аромат. Это парф вода у меня. Да, это Eau de Parfum. Красивый. Шлейфовый тоже. Ну, сказка. Следующий аромат, который, скорее всего, я на себя нанесу, если не буду праздновать Новый год дома, это Шариоль. Этот аромат я купила в прошлом или в позапрошлом году. По-моему, не помню. В преддверии Нового года. И все. И он у меня теперь ассоциируется прочно с Новым годом. Но он и звучит очень по-новогоднему. Он пахнет для меня мандаринами. Но не такими спелыми, сочными мандаринами, а именно высохшими мандариновыми корками. Раньше моя мама, и я так делала, чистили там какие-то цитрусы и в духовку ставили шкурки, чтобы, значит, аромат шел. Вот как он мне это напоминает. Он очень такой мандариновый, еловые веточки какие-то. Можжевельника ягодки. Ну, прекрасный аромат. Он напоминает мне елочную игрушку. Посмотрите. Ну, просто красота. Если вы еще не знакомы с этим ароматом, я рекомендую познакомиться. Он очень красивый. Здесь красивые почули. Кстати, немного схожие с вот этими, с мадмазалевскими. Красивый аромат. И если моя новогодняя ночь будет вне дома, то это будет шариот. В этом году, наверное. Но это не точно. И последний парфюм на выход. Это Ангел Мюз от Мюглера. Это праздничный аромат для меня. Он очень красивый, очень сладкий. Ой, это шоколадная паста, это нутелла, это орехи, это шоколад, почули. Ну, красотища. Аромат очень насыщенный, очень шлейфовый. Поэтому, если вы в узком кругу семьи нанесете этот аромат, я не думаю, что ваши родные будут довольны. Но, опять-таки, это не точно. Этот аромат все-таки хочет пространства тоже. Он очень шлейфовый, очень красивый. Красивый, сладкий, да. На вечеринку прям огонь, мне кажется. Не знаю. Какой красивый флакон. Все говорят, что это комета, но для меня это рыба какая-то. Не знаю. Вот я ее за хвост держу. Все, друзья. Вот такая подборка новогодних ароматов у меня в этом году. Напишите мне, пожалуйста, в чем вы планируете встречать Новый год. Возможно, вы уже себе заприметили подарочек, который вы, может быть, сами себе сделаете. Или напишите письмо Дену Морозу. Какой парфюм вы хотите получить в качестве подарка на Новый год. Или каким ароматом вы планируете воспользоваться в новогоднюю ночь. Одним словом, какой аромат для вас? Это праздник. Все, друзья. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Пускай все у вас будет хорошо. Всем пока.